Я сохранил немного денег после первого месяца работы и купил 100 грамм травки и начал перепродавать ее. Сначала два парня работали на меня, а через полгода уже 40. Я все еще работал в Subway. Я жил в квартире своей бабушки. Прикольно, что буквально я мог докинуть камень до полицейского участка. Я заработал денег, которых хватило, чтобы начать мою карьеру. Мы приглашали рэперов и давали концерты для них, плюс мы покупали у них куплеты. И это все происходило в квартире моей бабушки, так что мы могли отдохнуть там. К нам приходили Deleted People, Ace Yellon, Mix Master Mike. Все были в доме моей бабушки. Будучи на волне успеха, в течение четырех лет мы были на различных фестивалях, делали 200 шоу в год, зарабатывали по 20-30 тысяч за ночь. Деньги текли рекой, а был еще молод, мне было 27, и я не мог это все удержать. Так что со всеми этими вечеринками чел, который не имел ничего общего с клубами, предложил мне перкосет. Как раз перед концертом я закинулся перкосетом, покопил пиво, и вот оно. Я был на седьмом небе. Это была веселейшая ночь в моей жизни. Я думал, что нашел лучший наркотик, перкосет. Я даже не думал о том, что это синтетический героин. В то же время никто не говорил о нем. Я отдыхал с другими сумасшедшими парнями, мы все время закидывались перкосетом и пили пиво, устраивали вечеринки на хате. Это превратилось из вечеринок посредством в моем доме с несколькими девчонками в ежедневной вечеринке с различными девчонками. Я отдыхал в джакузи с девчонками, пил и закидывался перкосетом. Потом из ежедневных вечеринок это переросло в такое состояние, что я не понимал, где я нахожусь. Я был распухшим и принимал 20, 30, 40 таблеток в день. Потом кто-то сказал, эй, попробуй оксикатон, в нем нет аспирина. Я попробовал, и меня просто унесло. И тут я понял, что был зависим от героина, понял, что это не просто болеотолящее, которое можно достать у родителей в шкафу. Это серьезная проблема. Я попытался слезть с этого дерьма и первый раз испытал ломку, худшее, что со мной когда-либо случалось. Я полетел в Доминиканскую республику с моей девушкой. В течение всего путешествия я думал только о наркотиках. Это все превратилось в темную силу. За три года я потерял 3 миллиона долларов. В течение шести месяцев я жил в комнате с пятью собаками и ни с кем не разговаривал. Мой дом превратился в притон, в него приходили наркоманы и алкоголики и жили в моей гостиной. В какой-то момент я был владельцем 11 домов. Я сдавал дом в ипотеку, получал 100 тысяч долларов наличкой и веселился на всю катушку. Я перестал быть личностью. Я потерял все. У меня было 20 килограмм лишнего веса. Я поехал в колонну подальше от семьи и друзей, которые заботились о мне, чтобы полностью насладиться наркотиками. Я ехал в машине, мои губы были фиолетовыми, кожа была очень бледная. Я взглянул в зеркало и у меня потекли слезы. Я понял, что умру, если продолжу принимать наркотики. Я понял, что должен спасти себя, потому что никто за меня этого не сделает. Так что я пришел в дом моих родителей и сказал, что мне нужна помощь. Они сказали, что помогут, ведь это серьезная проблема. У меня лучшая семья в мире и это просто Божий дар. Мы поставили план. Я попросил шесть недель для того, чтобы морально подготовиться. Это была самая тяжелая вещь, которую мне когда-либо приходилось делать. Но я смог пройти через это. Каждый день, когда я принимал наркотики, я говорил себе, что живу в ловушке и хочу вернуть свою жизнь. Я просто морально подготавливался. Это самое страшное в жизни, когда ты понимаешь, что должен слезть с наркоты и у тебя будет ломка. Я пересилил себя. Это было просто ужасно. Я лежал на больничном полу, держал своего отца за ногу и орал. Умолял врачей убить меня. Просил усыпить меня, как собаку. Тогда я был уверен, что мне нужна боль, чтобы остановиться. У меня просто не хватает слов, чтобы описать, насколько было плохо. Без боли.